Микрорайон в границах улиц Революционной Печорской и Корабельной третьего проезда активно застраивается. В ближайшее время здесь планируют расселить ветхие дома и возвести современные многоэтажки. Однако жители волнуют, построят ли рядом соцобъекты. Получается, что вместо двухэтажек сейчас вырастают небоскребы по 22-25 этажей. На тех же самых школ, ни детских садов ничего не хватает. Поликлиника в два-три раза перегружена. Со своей проблемой местные жители пришли на прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Вопрос разобрали совместно с застройщиками, проектировщиками, представителями Минстроя Департамента градостроительства Самары. Как выяснилось, застройщик не отказывается строить соцобъекты. Однако никаких гарантий, что их введут в эксплуатацию, пока нет. Сегодня мы пригласили все стороны на встречу и пока услышали от застройщика, что планируется построить эти нужные социальные объекты, но дальше их не передать, а продать. Городу или области. При этом заранее понимают, что у города и области денег не найдется, их никто не купит. Я предложил застройщику подумать над тем, чтобы все-таки после строительства объектов не продать, а передать. Ну, коллеги ушли думать. Надеюсь, они придут к какому-то правильному знаменателю. Также на встрече выяснили, что в микрорайоне еще один застройщик возводит несколько многоэтажек и обещает жителям строительство школы на 1100 мест. Однако возведение соцобъекта откладывалось годами, а по документам появление соцобъекта на этом участке вовсе не планировалось. Депутат Госдумы Александр Хинштейн пообещал разобраться в ситуации. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События.